Возвращаюсь я с Астрахани, турбаза московская. Ловил рыбку, рыбку ловил. Особо ничего не поймал. Ну вот сколько я проделал уже. Осталось где-то проехать сто километров до дома. Читаю я ваши сообщения, отзывы о моем канале. И вот как раз остаток пути. Думаю с вами пообщаться. Каналов вообще в интернете конечно весьма много. И люди в большинстве своем, в большинстве пытаются на этом заработать. И вообще Ютуб так и говорит. Какими способами вы можете заработать на канале. То есть это считается коммерческим таким предприятием. в соответствии с телевидением. Чем больше различных глупостей. Каких-то таких жареных новостей. Тем, грубо говоря, каких-то не совсем порядочных сенсаций. Камера на 90-400 метров. Каких-то склуг, каких-то тайны расследования, скандалы. Тем больше народ смотрит. Это конечно говорит с одной стороны об интеллектуальном уровне нашего народа. Камер нет. Что его больше интересуют вот такие вещи. И заканчивая мысль. Знаете, привлечь народ на чем-то скандальном гораздо легче, нежели на чем-то таком добром, хорошем, порядочном, интересном и полезном. Лично я стараюсь идти по вот этому вот пути второму. Чтобы у меня на канале была добрая атмосфера была. Какие-то полезные знания, полезные рассуждения были. Ну, не считая моего собственного опыта, который я излагаю. И в добавок к штуке этот и опыт. Он, знаете, тоже был какой-то порядочный. Потому что есть каналы, раскрутившиеся на том, что специально ставили какие-то такие нелепые вещи. Там упал на банановой кожуре или еще что-нибудь. И в конце концов они стали не то что закрываться, а исчерпали себя в шутках подобных. Вот, я стараюсь рассказывать о своем житье, бытье. Ну, так вот, по-доброму. Ну, что мне там с кем-то там делить? На кого-то злиться, когда я для себя увеснил? Ну и что, что ты злишься на кого-то или обижаешься на что-то, на кого-то? Это говорит о твоем бессилии. И злость, и злоба. Злость, злоба и обида, это говорит о твоем бессилии. То, что ты не можешь изменить вот эти обстоятельства. Камера на 90, 900 метров. На самом деле, все играет твое отношение к данному событию, которое ты расцениваешь как обиду, пытаясь там что-то там такое делать. с этих позиций, ей живешь. То есть мне хочется жить в радости, в интересе, в довольстве. И для этого надо, естественно, приложить. На 90, 900 метров. Приложить свои усилия, знания, для того, чтобы у тебя что-то получилось по жизни. Вот, значит, об этом я и рассказываю. С такими добрыми посылами. И, знаете, я разные там думки передумал. Закрыть канал, открыть канал. Монетизация и еще что-то такое. Камер нет. А вот, знаете, сделать такой добрый канал, чтобы на нем собрались единомышленники, которые друг другу помогали бы. Не обязательно один человек, который ведет как-то. Знаете, у нас все вот так вот. На одном человеке висит. Ага. Собрался там что-то там делать человек один. И вокруг него там люди собрались. А вот, чтобы они, помимо этого человека, что-то сами для себя полезное делали. Советовали. Общались. То есть, появился такой круг единомышленников. Круг людей, собравшихся здесь по интересам. И уже вот в таком сообществе становится жить веселее. И я вот рад тому, что люди стали замечать, что канал становится вот таким вот. Потихонечку растут подписчики. Конечно, активных пользователей очень мало. И если сейчас уже дело идет у нас в 20 тысячах, в 20 тысячах, в 19 тысячах, то активных, наверное, человек 500. А остальное, или остальные люди, они попутчики. Что-то там интересное. И вот знаете, я как бы ехал, потихонечку рассуждал. Каждый из нас рассуждает. А по-своему. И вот в смысле, что смотрите, что я хочу сказать. Что была коммунистическая партия. Люди платили взносы, собирались на партсобраниях. Они там что-то там решали, что-то там активно там, ну, померяли. Своей какую-то активность, какую-то активность проявляли. Что-то там делали. и вот какие-то люди возникли. Там грубка, кучка людей, которые умудрились развалить страну. Коммунистическая партия не нужна, это там не так, это не то. Ну, я понимаю, самый высокий там эшелон власти этой партии решил сделать так. Но за ним же стоит пониже эшелон, который владеет всей информацией. За ним еще эшелон, который и владеет информацией, и работает непосредственно для того, чтобы все это было. Вот решили сверху и то там. Референдум вроде был, союз сохранить. И тем не менее, вот эти вот верхушка решила, а остальные какую-то безучастность проявили. В результате огромной страны не стало. Все так вот как-то тут перемешалось. К чему я веду этот разговор? к тому, что вот если бы те люди, которые подписаны на канал, стали бы проявлять хотя бы какую-то минимальную свою активность. Действительно, там вот все просят. Мне как-то, знаете, вот но есть люди, я не хочу сказать, что ворты, но просить, я не считаю это унижением или каким-то принижением, но тем не менее, что-то такое, знаете, не позволяет просить вот эти лайки, балалайки, то ставьте, все это. а вот так вот объяснить, хотя и те блогеры объясняют, что ваша заинтересованность ваши комментарии, ваши вот эти все эти лайки, они способствуют тому, что канал начинает продвигаться там в рейтинге. его больше там знают. Либо же, я вот поймал себя на мысли, может, действительно, мне надо там этот рейтинг, еще там что-то там. вот как она есть, так и есть. Хотя, я как-то ехал, и мне вспомнилось два эпизода. вот я сейчас на канале. Камера на 90, 900 метров. На канале. Выполняю все функции. Я тут и директор, и продюсер, и художественный руководитель, я и снимаю, я и диктор, я и ведущий. Ну, все. Все, понимаете. Какие-то там непонятки возникают по технической части. Я тоже это решаю. То есть, у меня нет людей, которые бы занимались монтажом, звуком. Конечно, нет. Общением с ютубом, с интернетом, модемами, вай-фаями и прочее, прочее, прочее. Так вот, что я хочу сказать. Вот, знаете, я вот в этот канал вливаю свою жизненную энергию. И даже, знаете, не с целью того, чтобы что-то там такое получить взамен. Вот как-то чувствуется, что вот это вот дело надо сделать. Вот как я в свое время сделал книгу, не понимая, что это за труд я делаю. и который оценили миллионы, потому что были проданы миллионные тиражи, миллионные тиражи. Человека не так-то просто заставить купить книгу. Это говорит о том, что труд был как-то оценен. что он работает. Так вот, я вливаю свою жизненную энергию, вкладываю ее в канал, в видео, в беседы с вами. И я невольно себя поймал на мысли, что я нечто подобное уже видел. А именно, как Марина Петрицкая, продюсер передачи «Малахов плюс», вот она именно вливала свою жизненную энергию, свою кровушку, свой талант, свою силу, свой напор в то, чтобы передача состоялась, чтобы она дышала, чтобы она развивалась, гоняла этих редакторов. Я как-то вначале не понимал, как это так вот можно. Но потом, может быть не в такой жесткой форме общения, но тем не менее, руководить вообще-то должен один человек этой передачи, для того, чтобы был толк и направлять ее. Вот она молодец! Все это на моих глазах было. Человек постоянно сидел, постоянно думал об этой передаче, удачи, как ее сделать. Это что касается «Малахов плюс». «Малахов плюс». Вот. Это одно, один случай. Потом, второй случай, это я читал статью про Константина Эрнста в каком-то журнале. «Малахов плюс». Там такая интересная фотография была, то ли на обложке, ну, как бы заставочка такая, что значит он в таком дорогом костюме, в пиджаке, стоит по пояс в воде, и так, знаете, зачерпывает в воду, и показывает вот так вот палец. Жест, можно сказать, непонятно, что это такое, кому он это так показывает. А вот теперь я понимаю, что он как раз вот этим жестом показывает всем своим недоброжелателям, которые хотели бы руководить первым каналом, что вот вам, что недостойны вы его. То есть такой махиной руководить надо, надо помимо того, что много знать, много уметь, надо быть, вот интересная такая мысль, надо быть львом, львом, чтобы отстаивать свои интересы, понимаете, львом, иначе тебя различное шакольё сожрёт, на корню сожрёт, раздербанит, туда-сюда, поэтому, знаете так, царствовать, руководить, и чтобы всё следовало твоим указаниям. Вот. Может показаться, что это как-то как диктатор руководит там, диктатура там. А там в статье дальше есть фотография, казатель Львович сидит там на диване, в тапочках, держит эти пульты и смотрит телевизор. То есть, он не просто, знаете, человек, который там вот так, вот так, вот так, вот так, он держит руку на пульсе телевидения российского и смотрит, какие там программы популярны, кто популярный, что делает. Камера на 70-500 метров. Если этого не делать, то есть, если ты стоишь не на своём месте, если ты не понимаешь вот это вот, знаете, кухню телевидения, то естественно, ты не сваришь канал. Ты не сделаешь, я уж о передачах молчу, ты не сделаешь канал, чтобы он был действительно первым, действительно популярным, действительно он что-то собой представлял. Камер нет. И вот я сейчас, имея вот этот свой ютубовский канал, ну, я не так уж часто смотрю, как развиваются другие каналы, что там происходит вообще в интернете, на ютубе, но тем не менее я интересуюсь. я интересуюсь рядом других дел. И вот, по происшествии всего вот этого вот, я стал лучше понимать продюсера моего, Петричку, Марину, и естественно, Константина Львовича Эрнста. что-то не просто вот так вот, а что-то вообще-то огромный труд. И знаете, не просто труд, а вектор твоей жизненной силы направлен на эту деятельность, и ты туда буквально таки вот вливаешь свою жизненную энергию, чтобы это все твое дело ой, по крайней мере, не заглохло. А если оно еще развивается, это, конечно, дорогого стоит. Тенденции меняются на ютубе. у людей, у людей, ну, я не хочу сказать, что люди глупые, но, ну, мне просто, такая гамма чувств, не знаю, как это высказать, что вот смотрите, была кремленская диета, а до этого была, она так и называлась, откуда там все это возникло, было выявлено, что белковые продукты при своем усвоении требуют от организма больше энергии, усиливают обменные процессы, и за счет этого, значит, если имеется жировая масса, что-то там лишнее, то все это уходит, ну, до определенной, до определенных степеней. И в то же время было это обнаружено, что это большая нагрузка на почки, значит, ее так надо эту белковую диету с преобладанием белковых продуктов, ну, проводить, наверное, не более двух недель, плюс-минус неделя. Кто абсолютно здоров, можно три недели, у кого слабое здоровье, слабые почки, там он недельку, там, внутри. То есть, вот такие были научные рекомендации. Естественно, эти научные рекомендации были там диетологами, дальше рекомендованы своим там пациентам. И, как правило, эти пациенты, те люди, которые хотят сбросить весы. Ну, в то время были такие партийные работники. С едой достаток, совсем достаток, с движением там нет, поэтому они так питались хорошо и полнили. И вот ее порекомендовали, значит, вот, работникам Кремля. И так появилось название «Кремлевская диета», которая подразумевала, как я сказал, питание белковыми продуктами. Прошло какое-то время, подросло поколение новое. значит, естественно, о том, что существуют вообще белковые диеты, уже никто не вспоминает, потому что в научные труды большинство там камера на 90 900 метров. Не залазит, не смотрит. Кремлевскую диету тоже, знаете, подзабыли. И тут появляется новая диета, вернее, новая диета со старым, значит, содержанием, с новым названием, которое называется «Кетодиета». То же самое, употребление этих там белковых продуктов, с целью там сброса веса. Ну, когда вес еще сбрасывается, то наступает там и общее улучшение. То есть, человек носил на себя пять килограмм, сбросил на эти пять килограмм, как-то легче стало. «Кетодиета». То есть, мода. Существует мода выздоровления, которая вот так вот повторяется. Люди, то, что было давным-давно известно, они уже это не знали, забыли, что-то по-новой открывают, либо же просто-напросто меняют название. Вот, всем интересно, чтобы это было от него. Вот, я на базе, значит, встретил двух молодых людей. Они вместе со мной там рыбачили. И они, в частности, там говорили о том, что сейчас сейчас наступает такая мода не сидеть, а работать стоя. В офисах там делаются такие, ну, такие приспособления, которые, в которых человек стоит. либо же, может, на какое-то время, там, опереться задницей, там, но все делается стоя. И сначала, вроде, как они говорят, неудобно. Это все стоя работает. а потом привыкают, они стоят и нормально. Вот. И такое впечатление, как вот, вот какое-то это открытие такое, знаете, работать стояк. я был на Афоне и там, как раз, примерно камера на 90 800 метров такие кресла, а, вернее, стулья, они там, для того, чтобы монахи, стоя на службе, вот они не сидели и не засыпали, а стояли некоторое время. Через 1,5 километра руковое движение, второй взъезд. Вот, то есть, такие стулья уже были. давным-давно придумали. Значит, это все применялось. Камер нет. Люди, которые там, в средние века и еще раньше там, переписывали книги, они не сидели, они именно вот работали стоя. Потому что действительно, через 500 метров круговое движение, второй взъезд. А тут этого положения сидячего, ну, как-то устаешь. А тут ты можешь круговое движение, второй взъезд. прямо 3 километра. А тут ты можешь гораздо дольше, действительно, и продуктивнее работать, и не так устанешь. Особенно, когда будешь применяться с ноги на ногу. Плюс, что там еще было? Камера на 90, 500 метров. Что там еще было? Ну, что, насчет трибуны я молчу. С трибуны выступали люди, чтецы. Ну и так вот, те, кто читали там в церквах или еще там, где-то. Они не сидели, они стояли. Камер нет. По сравнению с положением сидя, положение стоя будет лучше. Лучше для работы лимфатической системы. лучше стоя или же топтаться на месте, или, так сказать, вот, или идти. Стоять или идти. Лучше всего будет, конечно, идти. И между стоя и топтаться на месте, лучше всего будет, конечно, топтаться на месте. То есть, это как раз для того, чтобы лимфатическая система работала нормально, то есть, естественное положение. Через полтора километра круговое движение первый взъезд. Так вот эти все знания, все это там забывается о таком впечатлении, что этих кресел, вот таких стоячих, и в помине не было, что-то тут изобретено. Потом возникают какие-то новые названия латинские там. Вот, пища должна быть полноценная и свежая. Вероятно, мобильная засада 500 метров. Через 500 метров круговое движение первый взъезд. Натуральная и свежая, да? Это основное качество. тут начали рассказывать, какие-то есть в пище вещества знаете, вот нутрицептики там еще что-то там ну уж я говорю там витамины, минералы и прочее, 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 прочее. Которые вот расчленили пищу на ее там составные и забыли, забыла самое главное, самое-самое главное. и вот эта вот простота и естественность настолько утратились. А именно, что из пищи мы строим свое тело. и в зависимости от того. и в зависимости от того. то именно из внешней среды дух Дух Строит себе физическое тело Не какое-то там искусственное С биологически активными веществами Или еще Вот из окружающего Что здесь имеется И за счет этого приспосабливается Приспосабливается Потому что он взял отсюда Строительный материал И выстроил тело Для того, чтобы Именно здесь жить Вот это основное Что надо знать Что мы строим тело Из того, что здесь имеется А если мы А то, что здесь еще имеется Смотрите Сейчас 2 декабря Что у нас тут Трава растет Нет, трава не растет Но есть там Зверьки Которые Эту траву поедали И естественно Как продолжение Пищевой цепочки С растительного сырья Переходим на животное И в природе И в природе Это норма Когда же Искусственно Что-то там Вычленяется В угоду Каким-то этим Надуманным Конструкциям Строится жизнь Строится питание Это Это оказывается Таким вот Извращением Извращение Это когда Нормальное течение жизни Значит Становится Ненормальным А раз оно Нормальное То естественно Человек здоров Ненормальное Начинается Сбой Начинается болезнь Так вот Как раз Вот Такие вот Подобные Беседы Мы с вами Беседуем Беседуем Долго Не надо там Слушать На скорости В два раза Больше Побыстрее 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 Если хотите Что-то Для себя Действительно Освоить Понять Освоить Применить И дальше Получить Положительный Результат Надо Вникать Это не значит Что надо Слушать На скорости В два раза Меньше А это значит Надо Пару раз Одно и то же Несколько раз Прослушать Для того Чтобы вам Все стало Понятно И Эта информация Жизненно важная Дошла До вас А кто Скажет А там Китоновая Диета А что А что Вы скажете Китоновой Диете А там Еще Даже Если С этим Дыханием Столько Так Вопросов И такие-сякие Это когда Вот смотрите Возьмем Казнатина Павловича бутылька Его личная Считаю заслуга Состоит В первую очередь В том Что он Нашел помощь для себя У него было там что-то Злокачественная астма И он понял Что тут жить ему До полгода Если он Если он за это время Что-то там не найдет А он сам же врач То современная Медицина того уровня Ничем ему не поможет И вот он Случайно Хотя случайности не случайны Наткнулся А для этого надо быть наблюдательным Раз Первое То есть для себя Сделал полезное дело И второе Это то что он Изучил Роль углекислоты В организме человека Кое-что было уже известно Ну Знаете вот кое-что А он просто-напросто Собрал То что было известно Да еще Своими Исследованиями Дополны И Получилось Вот такое У него Учение О дыхании Так вот Что я хочу сказать Дыхание 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 у нас В жизни Оно нормально Мы не раздышиваемся Просто так Вы знаете Взяли И раздышались Ни с того Ни с чего Вымыли углекислоту И начали у нас Возникать Спазмы Этой Бронхол И Наступать Астма Вот души Там Со всеми Вытекающими Этими Последствиями То есть В жизни Были какие-то Ненормальности Которые Привели К тому Что В системе дыхания Произошел сбой И вот Константин Павлович Решил Что вот так вот Надо Нормализовать Это дыхание Вернее Сбой Нормализовать Я несколько считаю По другому Саму по себе Дыхание Это Да Это целая там Наука Но для того Чтобы Не возникало Сбоя В дыхании И последующей Вот Концентрации Внимания На том Что именно Его Надо Нормализовать Я Предлагаю Сначала Нормализовать Те причины Или Факторы Которые Привели К сбою Дыхания Прежде всего Это Волнение Опять-таки Рассматриваю Какая-то Ситуация Сложилась И человек Начал Волноваться Начал Правлять Эмоции Слово Эмоции Означает Волнение Он Начал Волноваться Волнение Приводит К тому Что Возрастает Рубина Дыхания Вымывается Углекислота И раз Углекислоты Нет Организм Чтобы ее Выдержать Он Начинает Спазмировать Органы Дыхания Трохии В результате Чего Возникает Спазм Приводящий К задержке Дыхания И в результате Этого Спазма Накапливается Углекислота И вот этот Остматический Приступ Заканчивается И человек Более-менее Там Дышит Ну Примерно Так Хотя Имеется Там Разные Частности Разные Эти Вот То есть Одно Дело Вот Как бы Мы То Работаем С Питанием То Работаем Там С Очищением То Работаем Там С Психологией То Работаем Еще Там С Чем Та С Мыш Та А надо А надо Работать С жизнью В целом С жизнью И это Раньше Было Основной Потому что Жизнь До того Как Вот это Общество Знаете Вот Приобрело Знания Различные Приобрело Значит Профессии Человек Стал Уже Не просто Человеком А он Уже Говорят Это Врач Это Учитель Это Там Юрист Это Шахтер Этот Там Водитель Писатель И Прочее 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 И В результате Вот этого Процесса Забылся Человек Сам А стала Основной Это Профессия Его Профессиональная Деятельность Которая Начала Откладывать На него Свой Отпечаток И Приводить Сначала К сбоям В организме А потом И К профессиональным Болезням Водитель Сидит Пережата Тут Ага Расширение Вент Профессиональные Особенности Водителя Впереди Показались Светляки Сейчас Вы их Увидите Проезжал По степям По волжским Сепям И там В одном месте Стояли Ветряки Уже Летится Один И Целую Кучу Этих Ветряков Еще Собирает То есть Целая Там Будет Такая Установка Батарея Из этих Ветряков Сейчас Вы увидите Ну С одной Стороны Хорошо Вот она Дормовая Электроэнергия Сейчас Вы увидите Это пока Этот Нравятся Мне машины С Откидным Верхом Как-то Хочу Чтоб Небо Было Над головой А не Эта крыша Сидишь Как-то Давит Вот Немножечко Мы Отвлеклись С этими Ветряками Значит Появились Профессиональные Заболевания Произошло Вот Непонимание Что 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 есть В человеке Основное С чем Надо Работать А что Есть Просто Там Второстепенное Которое Которое Должно Служить Для того Чтобы Жизнь У человека Текла Знаете Так Полноводно И Хорошо А еще Смотрите Какая Махина Стоит И тут Их Несколько Не знаю Тут Десятка Ну и Вдобавок Это Вся Профессиональная Деятельность Человека Вот Ему Что Надо 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 Привело К тому Что Реки Стали Сохнуть Рыбы Стало Мало И Вместо Того Чтобы Вот Как То Знаете Вот В той Астраханской Области Там Был Налажен Налажен Свой Быт Налажена Трудовая Деятельность Все Было Налажено Там Были Рыбколхозы Были Там Эти Фабрика По Производству Бумаги Из Камыша Там Еще Что Там Они Из Камыша Делали Кирпич Свой Делали Теперь Ничего Этого Нет А где Работает Народ А где Вот Где Получится Там Кто Как Пристроился Тот Так И Работает Ну Ладно Там Где То Наверху Что То Там Решили Ну Вы Ж В Государстве Живем Тем же Верхам Сказать Слушай Нам Так Кормиться Надо У Нас Тут Все Было Работало А Теперь Если Вот Так Вот Вы Поступите Этого Нет Что Я Должен Делать Что Я Должен Как Я Должен Жить И Причем Это Должно Знаете Требоваться Не Просто Там Как Там Написали Там А вам Там Отписали Как Как Знаете Это Такая Отписка Мы Вас Услышали А Чтоб Не Услышали А Вошли В Положение Так Как-то Мы Су Переброс Вас С Этого Ух ты Я Вот 120 Круг Ну Ладно Так Вроде Ничего Не Так Далее Мне Знаете Что Хотелось На Какую Тему Поговорить Пока Мы Тут Едем Беседа Сумбурная С одной Стороны Я За Дорогой Слежу С другой С С С Вами Беседа Это Вот Такая Фраза Человек Борется С Болезнью Он Борется С Болезнью А Как он Борется Болезнью Борьба Разная Бывает Мы Уже Знаем Люди Которые Умерли Вот Наши Звезды От Он Он Они Лечились Вернее Их Лечили В лучших Клиниках Сразу Скажем Лучших Клиниках У них Были Деньги В лучших Клиниках Полечили В лучших Клиниках И Что И лечение оказалось безрезультатным. Люди умерли. Боролись ли они сами или нет? Или они отдали свое самое дорогое чужим людям, рассчитывая, что за деньги они им сделают эту услугу так, как они ожидают? А получилось, что они сделали так, как они не ожидали. И деньги не вернули. И совсем другое дело. Я уж не буду говорить, что денег нету, и тебе сказали, да, умирай так. Что ты сам начинаешь что-то делать. В первую очередь мысли. Что для этого надо сделать? Как это надо сделать? Что применить, что поменять в своем образе жизни для того, чтобы, по крайней мере, эта болезнь отступила, а то вообще исчезла? Как она развивается? Откуда растут ноги? То есть вот это уже будет борьба. Человек действительно применил свой собственный ум. Опять-таки для этого надо... А для этого надо какое-то образование. То есть самообразование. Чтобы было. Чтобы были такие руководцы. Понятные. По тому же здоровому образу жизни. Вот я много вам говорю о том, что трансформация вот этих скрытых инфекций начинается с кариеса зуба и кончается онкология. Все это течет через несколько десятков лет. Чтобы вот это понимание было. Вот это так. Вот это я разогнался. Могут штраф прислать. Вот это вот борьба. Собственный пример. Ну, лично, собственный пример. Я борюсь. И вдобавок, опять-таки, ну, закончим мысль обо мне любимом. Я борюсь как? В первую очередь, я работаю с самим собой умственно. Чтобы оставаться спокойным. Чтобы оставаться рассудительным. Чтобы оставаться во всевозможных обстоятельствах. И прочее, прочее, прочее. С самим собой. Чтобы у тебя какие-то там посторонние мысли, посторонние мнения, не сбились с пути. И плюс, выполняют свою какую-то там программу. Ага, я там занимаюсь тяжестями. Мне интересно. То есть, хобби. Я занимаюсь ходьбой. Хожу. Вот стал ездить там на соревнования. Ну, это тоже своеобразное там хобби. Стараюсь то, что я понял в питании, применять на себе. Ага. Ну, самое простое, хотя бы не объедаться. Вот сейчас богатый стол. Пожалуйста, там, ешь. А ты знаешь, что продукты, вещь такая, что могут хорошие продукты при обильном употреблении могут сыграть крайне неприятную вещь. И теперь, вот вспоминая Караваева, который говорил, что жизни достоин тот, кто за нее каждый день идет как на бой. Насколько я понимаю, бой заключается в том, что прежде всего ты контролируешь себя. Что надо сделать так для того, чтобы не навредить своему здоровью. Сначала вот, не навредить. И что желательно сделать? Это, чтобы еще его больше укрепить. Вот. и с возрастом это, понимаешь, все лучше и лучше. Для того, чтобы вот ручки-ножки бегали, ничего не болело. Надо действительно уделять много времени себе. То, что давалось нам как само собой разумеющееся в пожилом возрасте, а сейчас уже и раньше, в среднем возрасте, в пожилом и старческом возрасте надо сохранить, надо ухаживать за этим. А это уже труд. И чем более он будет, вот этот труд осознанным, целенаправленным, тем лучше будет результат. Очень приятно вот мне, что я сейчас еще сажусь в позу лотоса на 66-м году жизни, поднимаю гири, походка такая, легкая. Когда я наблюдаю за другими, им уже тяжело ходить. вот это вот будет борьба за свое здоровье, борьба с болезнью. Борьба с болезнью подразумевает в первую очередь борьбу с самим собой, а именно со своими чертами характера, привычками, которые привели вот к этому состоянию. И порой не надо что-то там, знаете, делать специально. Вот от этой болезни я сделаю вот это. Понимая, откуда растут ноги, вы можете действовать с этого уровня. И болезнь начнет уходить. То есть не надо ничего делать. Как я вам рассказывал, вот она осанка. Вот слегка вы согнулись вот так вот. В результате вот этот отдел межпозвоночных дисков, они больше плющатся с этой стороны. и именно здесь у нас происходит, начинает закусывать нервы, нервы там обслуживают там сердце, возникают сердечные боли. и не понимая вот этой причинно-следственной связи, мы обращаемся, вот у нас болит сердце, у нас болит, и начинают непосредственно лечить сердце. и толком особо ничего не получается, ибо получается временно, а потом опять. А тут стоит только правильно приобрести осанку, то есть ее поставить свой позвоночник так, надо. И уже начнется совсем иное действие в организме, приводящее к тому, что следствие начинает уходить. Нервные корешки не зажимаются, а раз они не зажимаются, то что? Значит, сердце работает нормально. То есть те нервные корешки, которые заведуют работая сердцем, они теперь в порядке. Раз они в порядке, они нормально, руководят работая сердцем. Все. Раз это есть, значит, у нас получается получается, можно так сказать, самопроизвольное оздоровление. само собой. Многие, наверное, слышали такую вещь, что есть болезни, которые проходят сами собой. для того, чтобы сами собой прошли, надо создать условия. И вот, когда люди создают эти условия, но не понимают, что они их создали, в результате возникает вот это вот, да, она сама там прошла. Само ничего не возникает и само по себе не исчезает никуда. Для всего этого, чтобы появилось и исчезло, надо что-то такое сделать. И это можно сделать осознанно, либо неосознанно. и вот что касается борьбы с болезнями, боролся, 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 важно понимать, боретесь ли вы сами с понятием осознанностью, либо кто-то пытается это сделать за вас, ну и туда ждите соответствующего результата. Так, я пробежал 700, 794 километра в одном направлении. Вот, об этом я хотел с вами поговорить и поговорил. И поговорил. Ну что, мы въезжаем в мой родной город Каменск. Особенно трудным это был вчерашний пробег. Там и расстояние побольше. Иногда была, знаете, дорога, которая вот идет мимо населенных пунктов, там особо не затрагивая. То есть, она начинает своей длиной просто утомлять. нету разнообразия. А когда ездишь, там один населенный пункт, другой населенный пункт, как-то это переносится легче. И так вы видите мою машинку на ходу, в действии, в работе. Сам я люблю рулить. Дело идет к 300 тысячам километрам пробега. Осталось там осталось где-то 5,5 тысяч до этого рубежа. Все жидкости заменены на оригинальные. Фильтра также те детали, которые расходный материал снашиваются. Я заменяю на этот сам на оригинальные. В результате получается, что машинка у меня примерно в том виде, в каком была, в таком и есть. Конечно, скрепит потертое седло. возраст никто не отменял. Осталось совсем немножко, минуты три и мы уже будем дома. И заканчиваю нашу беседу. Вот как раз я скажу. Я рад, что получается канал добрый, добрый, полезный, где вы можете действительно отдохнуть, где собираются единомышленники, вы можете с ними пообщаться, общайтесь друг другом более активнее танка. Более активнее общайтесь. То есть есть такие вещи, которые обогащают человека, а не просто, знаете, забежал сюда узнать о, ух ты, и получается, что человек, знаете, как ходячая какая-то энциклопедия, которая знания эти бесполезны и толком их применить не может. Нек чем. Наполнил этими знаниями какими-то, вернее, информацией. считается начитанным начитанным или еще. А на самом деле ничего хорошего нету в этой начитанности. Золотой конь. Вот. Так что проявляйте свою активность. оставляйте какие-то заметки. ленитесь описать свой жизненный опыт, какую-то победу, хотя бы в том, что как бородавку узнали. там а если более серьезно, это еще лучше. и мы с вами возьмем не числом, а умением разогреваем ну вот такие-то дела. Сейчас мы свернем на прышенку. машина стоит родная улица моя ты стал бы какие-то и достал бы все зачем куда частная нечастная все им говорю боритесь за себя отстаивайте самого себя в жизни так и норовят принизить захомутать забагрить поставить на колени сделать рабу одним словом вот я и дома ну вот и все прекрасная маркиза ну вот и все но вот и все поставим пока машинку здесь и так смотрите 801 километр то сюда я пробежал а общее это у нас вышло 1607 километров 400 метров вот отсюда туда и назад пробег машины 294 тысячи пятьсот десять километров